здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова канал школа таро альвиен меня зовут карина я таролоки практики сегодня мы с вами гадаем на таро дом с привидениями одна из моих любимых колод на замечательную тему императрица расклад венера расклад о любви о красоте и страсти о том как получать в жизни удовольствие как жить в очаровании как строить отношения как получать деньги как получать гармонию в жизни вот о чем этот расклад и у нас с вами будет четыре позиции каждая будет состоять из восьми вопросов и первая карта который я буду на позиции выкладывать это любовь как вы можете развивать в себе любовь или как вы можете развивать свою любовь то как вы можете развивать любой замечательный вопрос и считаю вот он даже хорошо так звучит правда и пока я выкладываю карты я вас приглашаю на индивидуальные расклады на консультации на ритуалы пишите мне в вайбер ватсап контакте в инстаграм телеграм все контакты мои есть в описании каждому моему видео описание это под названием нужно развернуть и увидите описание все просто и естественно если вы человека добавите в контакт своего телефона тогда вы сможете написать ему ватсап а вот если вы не добавите человека в контакт своего телефона вы ему не сможете написать ватсап все очень просто звонить не нужно потому что все время работаю и так на позициях сегодня первая позиция это кот или кошка с цыплятами позиция номер два это кот на облачке великую кошка на облачке да пусть будут кошки сегодня позиция номер три очень агрессивная кошка викинг и позиция номер 4 это кошка единорог с радугой вот такие у нас с вами четыре позиции напоминаю что видео всегда актуально в момент когда вы его смотрите даже если она записана много лет назад вы его нашли на просторах интернета значит она актуальна для вас прямо сейчас мы начинаем с самой первой позиции и так наши кошечки с утятами интересно по какому принципу выбрали эту позицию потом расскажете итак наша первая карта это как вы помните карта любовь ваша любовь и как вы можете развивать любовь ух ты с чего же мы начали карта влюбленные вы только посмотрите на это в своей жизни вы можете развивать любовь через личные отношения через страстные отношения отношения любовников или влюбленных или тех вот знаете вот как чтобы люди горели друг от друга чтобы они были по сердцу друг другу вы иначе развивать любовь в своей жизни не можете только через вот эту вот невероятную дикую страсть по сути вы человек значит страстный и все что вам в жизни дается оно должно быть по сердцу иначе вы это просто отвергните вы будете отвергать людей какие-то дела работу творчество неважно вам все должно быть только по душе и также вам не важно пострадает ли кто-то от этого то есть по сути если вы окунулись в отношения в страсть в любовь вы не будете считаться с другими людьми вам будет не важно что кто-то тоже был заинтересован допустим в этом человеке вы будете гореть этой страстью вы будете просто поглощены настолько что сосредоточены до настолько на человеке что другие люди вот которые да здесь они вас волновать не будут может быть это хорошо может плохо я не знаю но на самом деле такой вот импульсивный яркий человек по сути всегда развивается через сферу чувств эмоций и любое творчество любая работа в вашей жизни все идет через чувственную сферу то есть вы вот такой вот любвеобильный человек так получается ну давайте посмотрим теперь следующую карту вашу эта красота карта красота что заставляет вас вас чувствует себя красивой или красивым именно красота вот смотрим сейчас до тройка пентаклей ну что мы здесь видим да мы здесь видим что есть красивая девушка есть мужчина а есть девушка которая пострадала и он тянется к этой девушке видите тянется вторая я бы сказала что делает довольное лицо но вот смотрите красота для вас это когда ее заметили эту красоту когда ее оценили понимаете и что заставляет вас чувствовать себя красивой или красивым это комплименты это когда заметили это когда обратили внимание проявили участие к вам к вашей жизни искреннее участие то есть вам нужно чтобы вот подчеркивал кто-то вашу красоту пока кто-то не подчеркнет вы не чувствуете себя красивой или красивым вот вам важно чтобы вы вызвали внимание чьи это неважно чем не важно как вы можете красиво одеваться как вот эта дама прекрасно выглядеть лоск да и хорошо подобранный наряд со вкусом а можете как вот эта девушка которая потерпела какую-то поражение или может быть эта девушка ну как будто ударилась упала или кто-то толкнул да и вот она как будто бы ждет своего спасения а спаситель тут как тут и ну так скажем тоже оценивает данную красавицу и получается вот вам нужно это внимание и от кого-то до противоположного пола ну или даже от лиц одного с вами пола лишь бы они признавали видели в вас какую-то красоту внешнюю да и тогда вы будете цвести и тогда вам будет нравиться украшать себя и сделать что-то для того чтобы ваша красота процветала и развивалась то есть вот это внимание вам не чуждо конечно давайте посмотрим третью карту страсть карта страсть как вы можете разжечь страсть ухты солнце вы знаете солнце по сути это такая карта ведь я сфокусировал наконец-то яркая она говорит о том что вы можете разжечь разжечь страсть только своей яркостью артистизмом и умением быть в центре внимания на самом деле вы можете разжечь страсть может быть каким-то искусством жажда искусства а более того конечно улыбкой вот когда человек солнечный вы знаете да что к нему многие люди могут испытывать притяжение и страсть и в себе естественно этот человек тоже может разжигать страсть именно с помощью яркости ну допустим когда вы смотрите на яркие освещенные предметы когда перед вами яркие красивые пейзажи картины может быть какие-то приятные помещения вас зажигается жизненная страсть желание жить желание творить и что-то делать то есть только через яркость может быть таланта окружающих людей или яркость быта яркость окружающей природы среды и вы знаете солнце она освещает все вокруг вот вы своей улыбкой своей ну не знаю грациозностью красотой можете просто светить все вокруг и это разжигает страсть как в окружающих так и в вас самой или самом то есть на самом деле в этом вся суть до что вы просто вот такой вот не знаю светлячок в жизни если допустим женщина хочет разжечь страсть мужчине и выпадает солнце это нужен блеск глазах улыбка и яркость образа до в любом случае если мужчина хочет разжечь страсть в женщине он должен дать ей впечатлений ну то есть отвести ее куда-то сделать подарок и так далее то есть оценить ее внешность то же самое да сделайте комплимент то есть вот что такое солнце озарить все вокруг своим блеском там ну давайте посмотрим карта удовольствия как вы можете чувствовать удовольствие каждый день девятка кубков вам нужна некая зона комфорта для того чтобы чувствовать удовольствие каждый день я не говорю что вы должны выпивать чтобы чувствовать удовольствие каждый день здесь да Здесь на карте все-таки человек такой выпивающий, выпивоха, да, богатый, вроде как живущий в комфорте, в радости, в счастье, да, у которого ну все есть, но все-таки с бутылкой в руках. Вы, я думаю, что не из той немножко оперы, сзади него картина, изображающая девятку кубков из старого эйта, и не просто так. Мы понимаем здесь, что вам нужен жизненный комфорт, своя зона комфорта, где вы бы чувствовали себя в безопасности. Иногда вам нужно уединяться, чтобы чувствовать удовольствие каждый день, нужно каждый день проводить немножечко времени с собой. Но с собой как, да? Ну, допустим, ухаживая за собой, радуя себя чем-то, балуя себя. Вы знаете, девятка кубков – это карта, правда, людей, которые себя любят порадовать и побаловать. Они любят вкусно покушать, вкусно попить, сделать себе приятный подарок или шикарный подарок, что-то купить дорогое. То есть, вот одинокий шоппинг, даже шоппинг в социальных сетях, ой, ну, там на Алиэкспресс даже пусть, или там в Азоне, да? Потом даже вот какие-то, не знаю, косметические магазины, еда, хорошая окружающая обстановка. И именно вот немножко времени в одиночестве и побаловать себя, вот это, и именно это дает вам удовольствие в жизни. Самое главное. Ну, вот такой вот ответ. Давайте смотреть дальше. Нашу пятую карту. Очарование. Какое ваше самое очаровательное качество? А, звезда. Ну, вы очень артистичные, в первую очередь, артистичные. Вы человек искусства или человек, который умеет подать себя так вот, чтобы сыграть какую-то роль, получается. Вы, возможно, очень красивы. Звезда – это одна из самых красивых карт в колоде Таро. То есть, показывающая именно красивых людей. Поэтому здесь ваше самое очаровательное качество – это либо внешняя красота, либо артистичность. Умение быть творческим человеком, харизма творческая. Иногда это даже уровень популярности какой-то. Ну, то есть, человек, допустим, известен в социальных сетях или где-то в богеме, да, в мире моды, актер, актриса, кто угодно. То есть, кто-то, возможно, даже харизматичный, известный. То есть, тот, кто умеет играть эту роль. Это самое очаровательное качество. Ну, блин, вас тогда, наверное, все любят. У вас есть поклонники. Давайте посмотрим отношения. Какие отношения в вашей жизни требуют внимания на сегодняшний день? Четверка Пентакли. Но здесь идет ситуация, когда на ваши личные отношения сделана магия. Возможно, на любовные отношения сделана магия. И получается так, что в этом весь смысл, что личные отношения требуют внимания, но они как будто бы кем-то пытаются быть перекрыты, закрыты. И сделана кукла Вуду, по сути, или Вольт, которым пытаются манипулировать вашей второй половинкой. Вот. Ну и также это карта одиночества, которая показывает, что человек магически заколдован, чтобы быть одиноким. Так что личные отношения, да, требуют внимания, но какой ценой, как говорится, потому что здесь нужно разблокировку делать. Так получается. И, соответственно, когда такая карта выпадает, она говорит о некотором негативе. Так, попробую еще один свет добавить. Не пойму, что лучше с ним или без него. Нужно без него, да. Итак, смотрим дальше. Деньги. Что вы можете сделать, чтобы увеличить свои деньги? Семерка жезлов. Бороться изо всех сил за свои деньги с конкурентами или с конкурентками. Вы знаете, тут идет вот как будто бы то ли вид бизнеса, то ли работы такой, что куча просто конкуренции. Вот гора прям этой конкуренции. И, естественно, нужна борьба за свою деятельность, работу и за свои деньги. Что нужно, чтобы увеличить деньги? Именно бороться очень ярко, активно, всеми силами, махая руками и ногами. То есть прям сутками думая о том, как побороть и сделать лучше своих конкурентов. То есть вот прям какая-то у вас такая сфера работы, где реально очень много желающих тоже зарабатывать. Гармония. Какое действие привносит гармонию в вашу жизнь? Ну, здесь мы видим все-таки карту мага, которая показывает, что... Ну, какое действие? В первую очередь, когда вы сами управляете своей жизнью. Сами, именно сами. То есть делаете своими руками что-то, что другие люди делать не могут. Но когда вы имеете тело Творца, это и привносит гармонию в вашу жизнь. Если кто-то вами манипулирует, пытается быть хозяином вам, или хозяйкой, пытается показать вам, что на самом деле у тебя есть кто-то выше тебя, вас это сразу же разбалансирует, и вы перестаете быть гармоничным человеком. Пока вы лидер, пока вы сам себе хозяин или хозяйка, пока вы маг, вы можете все. Как только вы под чьим-то гнетом, управлением, и кто-то пытается взять над вами верх, и если, не дай бог, берет верх, вы теряетесь. То есть никакой гармонии в вашей жизни не существует в этот момент. И единственное, что вам нужно сохранять в этом мире, получается, это свободу. Не то, что там замуж, не выходить жениться или еще что-то, а подбирать себе человека такого, который не будет подавлять и управлять вами. Вы свободная личность, творческая личность, очень яркая, креативная, сексуальная, обалденная. Это видно по картам, и никто не должен управлять вами. Если у вас хорошее наработанное тело творца, тело мага, то вы всегда будете чувствовать себя очень гармонично. Ну, такая позиция номер один. А мы перейдем ко второй. Позиция номер два. Наш котик на облачке. Интересно, интересно. Кто же у нас такой тут спокойный и одухотворенный, что сидит на облачке и выбрал себе этого кота. Ну что ж, посмотрим первую карту. Любовь. Как вы можете развивать любовь в вашей жизни? Четверка кубков. Ну-ну-ну, посмотрим. Оказывается, жизнь давно предложила вам любовь, предложила вам все для любви, но вы как-то отказываетесь и отворачиваетесь от этой любви. Отворачиваетесь от человека или отворачиваетесь от своей собственной сексуальности. Пытаетесь всеми силами подавить в себе, так скажем, желание любить и быть любимым, любимой. Более того, у вас есть какой-то блок на сердечной чакре. И как вы можете развивать любовь, взять у Бога шанс на эту любовь, открыться чувствам и открыться возможности любить. Вы сейчас от этого закрыты и, возможно, даже внутренне чувствуете себя одиноким человеком даже при наличии пары. Поэтому сконцентрируйтесь на том, что любовь вам доступна. А она вам действительно на сегодняшний день доступна, просто нужно ее взять. Вот, то есть открыться любви, открыться потоку любви и чувств. Это на самом деле несложно сделать, если подумать хорошо. Красота. Что заставляет вас чувствовать себя красивой или красивым? Пятерка мечей. А только победа в конкурентной борьбе по поводу красоты. По сути, вы на сегодняшний день не очень-то считаете себя кем-то красивым. И у вас есть какие-то комплексы и проблемы по поводу своей красоты и внешности. И вы бы хотели, может быть, вот в сравнении с кем-то, вот чтобы к вам вам сказали ты красивее того-то или ты красивее той-то. Понимаете? Только в сравнении с кем-то вы бы почувствовали, что да, я чувствую себя красивым человеком. Потому что эталоном мировой красоты, ну, то есть по меркам мировым, мировых стандартах, вы себя точно не считаете красивым человеком. И чтобы почувствовать хоть какую-то свою особенность и хоть какую-то свою значимость в этом плане, вам нужно, чтобы кто-то просто сказал ты красивее вот этого человека, вот какого-нибудь любого. Или ты красивее вон той дамочки или вот этой. Ты гораздо лучше. То есть этого вам достаточно, чтобы почувствовать себя красивым или красивой. смотрим дальше. Третий вопрос страсть. Как вы можете разжечь страсть? Тройка мечей. У вас очень сильные проблемы по Венере, вам так скажу. Это расклад Венеры, расклад императрицы. Вы знаете об этом, вы его открыли, но у вас проблемы в личной сфере. В самоопределении, в самомнении каком-то о себе, да, то есть у вас есть комплексы, страхи, вы заблокированы для любви, у вас есть большие проблемы в личной жизни, неважно, в паре вы или нет находитесь, и большие комплексы, и страсть вам, ну как вы можете разжить страсть? У вас есть какие-то небольшие отклонения в плане сексуальном и в плане страсти вообще в принципе к жизни. Смотрите как идет ситуация, у вас идет через страдания, то есть разжечь страсть как сексуальную, так и страсть жизни можно только через страдания. Что это означает? Если вы находитесь в какой-то тяжелой жизненной ситуации, у вас появилась большая проблема, которая вызвала дикий страх. Страх и переживания за себя вы сразу же начинаете очень любить жизнь, начинаете страстно относиться к жизни и обожать ее. Как только вы живете в спокойной обстановке, вас мучает апатия и нежелание жить. Как только вы попадаете в патовую ситуацию, вы опять очень хотите жить. Точно так же по поводу сексуальной страсти и личных отношений, как вы можете разжечь в себе страсть. Но опять же с помощью каких-то ну так сказать кризисных ситуаций. то есть как только вы любите жизнь, вы сразу любите и секс и допустим готовы на него идти. Как только жизнь вы перестаете любить и впадаете в апатию, секс вам тоже чушь. Вот так получается. Смотрим дальше. Четвертая карта удовольствие. Как вы можете чувствовать удовольствие каждый день. Ага, император. Ну вот я говорю, вы какой-то вот такой человек, у вас сердечная чакра и проблема, потому что все три карты до этого это показали. Проблема сердечной чакры, проблема, проблема и проблема. Четвертая карта император. Карта человека, у которого заблокирована сердечная чакра, он ожесточен. Но в то же время это лидер по натуре, человек, который может быть богатым, много зарабатывать и руководить какой-то группой людей, семьей, отвечать за домашних и делать свою чопорную работу, как машина такая, машина для работы и для того, чтобы руководить другими. Это мужик-охотник тут, да, такой представительный мужчина. Почему он охотник? Здесь показывается, что это человек ожесточенный, с жестоким сердцем, иначе он не смог бы убивать животных. То есть только тот человек, у которого жестокое сердце, может убивать животных. И здесь сердце жестокое. И это значит, что удовольствие вы получаете от некой власти и может быть чуть-чуть жестокости. Удовольствие от работы и от того, чтобы зарабатывать деньги, так выходит. То есть даже если вы женщина, вы мужик. Смотрим дальше. Очарование. Какое ваше самое очаровательное качество. посмотрим. Слушайте, а почему вы выбрали вот это облачко? С такими картами реально. Пытайтесь успокоить себя морально, что ли. Реально, карты просто падают на вторую позицию. Честно говорю, здесь кто-то ядреный такой, кто совершенно может быть и не думает про себя, что у него сердце заблокировано. Но на самом деле оно реально заблокировано. Здесь реально у человека большие проблемы, но он как бы может так себя не считает. У него есть самомнение некоторое. Очарование. Ваше самое очаровательное качество это умение делать бум. Да, некоторых людей привлекают лидеры, агрессивные лидеры по натуре. Вы агрессивный лидер. Вы человек с очень ядреным таким характером, лидерскими качествами, харизмой, ярким, может быть, жгучим взглядом. может быть, у вас какие-нибудь черты лица такие, когда вы можете взглядом прям разговаривать. Есть такие люди, которые так могут посмотреть, что вы все поймете по глазам, не надо даже слова говорить. И вы вот такой человек, это ваше очаровательное качество башня. я не могу. Я не знаю, вот я я же не вижу вас. Я не вижу, кто выбрал, кто выберет эту вторую позицию, понимаете? Но когда я описываю эти карты, я начинаю представлять этого человека, его образ. Образ такого человека, у которого реально есть порох в пороховницах, дикий характер, необузданный, не знаю, там, как мустанг в поле, в прериях, которого еще только предстоит заседлать, который в то же время, ну, не знаю, там, очень сильный, мощный человек, да, но не умеющий любить, не умеющий любить. И очаровательным кажется людям качество, что вы умеете делать большой бум, то есть имеете яркий взгляд, гневных глаз, и можете психануть, там, на всех накричать. Очень смелый человек, смелый, который может в глаза людям что-то говорить, высказывать, пофиг, ну, на самом деле, на их чувства, там, да, ну, и ладно, я могу сказать, и все тут, и трава не растет, то есть, вот прям так, вот, и это многие люди считают очаровательным, потому что они не могут этого сделать, просто не могут, у них не получается, у вас получается хорошо. отношения, какие отношения в вашей жизни требуют внимания, ну, давайте посмотрим на эту карту, мне аж страшно, туз пентаклей, отношения с деньгами требуют внимания, это уж совершенно точно, по сути, бог постоянно предлагает вам шанс, вот, в первую очередь, отношения с богом требуют внимания, да, то есть, вам постоянно предлагается шанс, по сути, вы везунчик, вы тот, кого высшие силы много раз вытаскивали, и вытаскивать будут, видимо, вновь и вновь из каких-то передряг, а в передряги вы любите попадать, потому что у вас ядреный характер, а с другой стороны, отношения с деньгами требуют внимания, почему, потому что вы как-то в какой-то профессии, возможно, или в каком-то деле, немножко себя изживаете, вам нужны не негативные эмоции, а позитивные, а вы только с помощью негативных себя приводите в чувство, чтобы работать вновь и вновь, в этом проблема, то есть ваша вся жизненная ситуация складывается в ту сторону, чтобы как можно больше быть позитивным, ту спинтакли как раз-таки это показывает, хочешь наладить отношения с деньгами и зарабатывать их с удовольствием, а зарабатывать ты умеешь, по сути не должен ты нуждаться в деньгах, но зарабатывать с удовольствием хочешь, но это нужно делать только на позитивной ноте, то есть если ты все время будешь черпать энергию из агрессии и из того, что на тебя кто-то разозлился, ты хорошо с деньгами все равно не подружишься, то есть они у тебя однажды просто все пропадут, а почему, потому что накопил ты кучу негативной энергии на денежном канале, что нужно сделать, собирать позитивную энергию на денежном канале, то есть дарить себе позитивные эмоции, чтобы на этих позитивных эмоциях творить свою работу, ну и разблокировать деньги, что вы можете сделать, чтобы увеличить свои деньги, вот как раз таки следующий вопрос, да, девятка мечей, перестать страдать, вот самое главное в вашей жизни, это избавиться от психологических травм, раз вы человек сильный, значит вас всегда хотел кто-нибудь объездить, да, объехать, как сказать, вот как, я же говорила, да, мустанг, хочет кто-то вас подмять под себя, надеть ермо, надеть седло, объездить, и получается так, что люди натыкаются на кого-то в вашем лице, кто их гораздо сильней, но каждый раз тыкаясь вот в такие истории, ситуации, вы наносили себе все больше и больше ран, психологических травм, ну люди вам наносили, да, из-за того, что они очень хотели вас подмять под себя, но у них ничего не вышло, и у них не вышло, но они сделали вам кучу боли, понимаете, и получается так, что вам нужно избавиться от ваших внутренних блоков, чтобы как можно больше зарабатывать, зарабатывать вы можете, у вас очень хороший денежный канал, вы способный человек, но у вас есть девятка мечей, вы полны страхов, вы полны недоверия к людям, и вы полны кошмаров ночных, и единственное, что вам нужно, это, не знаю, пройти курс психотерапии, вот, ну так получается, простите уж меня, гармония, какое действие привносит гармонию в вашу жизнь, восьмерка пентакли, работа, неудивительно, работа привносит гармонию в вашу жизнь, больше вам ничего не надо, личных отношений вам, я так понимаю, не надо, ничего не надо, ваших женских каких-то, если вы женщина привлекательности, или еще что-то, тоже не надо, вы себя так заблокировали, как бы, что вы уверены даже в своей правоте, вам ничего не надо, и вы уверены в своей правоте, вот в этом проблема, и единственное, на чем вы сейчас сконцентрированы, это то, что да, действительно, работа приносит вам большое счастье, и гармонию в жизни, и работая, вы становитесь гармоничным человеком, во всей остальной, во всей остальной жизни вы не гармоничный человек, ничего с этим пока не поделаешь, пока вы не избавитесь от девятки мечей, ну вот такая позиция номер два, простите, простите, Если что не так, я вас не вижу, я вас не знаю Много тысяч людей Смотрят видео И поверьте, я говорю не только с вами лично Позиция номер 3 Итак, наш викинг Кот викинг или кошка викинг Кто выбрал этого воинственного товарища? Это должна была сделать вторая позиция А не эта, не третья Хотя, кто его знает Чем черт не шутит, сейчас посмотрим Любовь Как вы можете развивать любовь? Шут Ну, вы знаете Вы можете развивать любовь Только безумными поступками То есть в вашей жизни нужно кидаться Из огня в полымя и постоянно Делать себе приключения И тогда вы развиваете любовь Как в принципе саму по себе любовь Так и любовь к жизни То есть на самом деле Чувство любви Оно рождено в вас Вы любите жить, любите любовь Саму по себе Как чувство Ощущаете любовь к миру Ко вселенной К людям Вы такой свободный Яркий, приятный человек Который может среди ночи сорваться И куда-то пойти Побежать Вот и без разницы Вас ждут приключения То есть как можно больше приключений И любви в вашей жизни Тоже будет как можно больше Новые знакомства Яркое общение Общение с незнакомыми людьми С иностранцами Что угодно То есть это все рождает В вашей жизни много любви А вы вот такой вот Общительный, яркий, безответственный Ну пусть бесшабашный Совершенно дурной человек Да Ну не в плохом смысле А в хорошем То есть тот, кто является Настоящим шутом Приключения любит Да И ну оставайтесь таким Ярким человеком Свободной личностью И потому что Люди таких любят Люди любят смелых Люди любят решительных И тех, кто ничего не боится Они потому что Сами всегда всего боятся И когда видят этот пример Они в шоке Да Ну что как можно так В жизни вот Пускаться в приключения Ничего не бояться Ездить куда хочешь Делать что хочешь Я вот так не могу И начинают уважать Любить Почитать То есть именно так Красота Что заставляет вас Чувствовать себя Красивой или красивым Колесница Любые поездки Движения Командировки Путешествия Переезды Движение Это жизнь Вот вы чувствуете себя Красивой или красивым При общении с новыми людьми Зная, что Они завороженно на вас смотрят Слушают Открыв рот И понимают, что Вот он Интересный Незнакомый человек И вот по-своему Но красивый Вот красивая иностранка Иностранец Для них Для них Иностранка Или иностранец Или вы для них Из другой Из другого региона Из другой области То есть Кто-то новый И как только Они вас Этого нового Видят Они видят Радость Огонь Желание жить И они считают Вас красивым человеком То есть Что заставляет вас Чувствовать себя красивым Это по сути Путешествия И передвижение Знакомство С кем-то новым Страсть Как вы можете Разжечь страсть Двойка жезлов Ну тут Спиритическая доска Выпала И общение с духами Вы видите Да Две свечи зажжены Окно открыто Полная луна Светит в окно Дух сейчас Влетит Потому что Уже началось Общение На самом деле Конечно Двойка жезлов Она часто Показывает Что человек Может совершать Какие-то обряды Ритуалы Только свои Я не говорю Что это у вас Обязательно Должно быть Общение с духами Нет конечно Тут идет Знаете Как ситуация Что Почувствовать Страсть Страсть к жизни Сексуальную страсть Вам помогают Какие-то жизненные Обряды Ритуалы Что это значит Ну например Купание в молоке Ухаживание за собой Вот каким-то Особым способом Может быть Проговаривание Мантр Медитация Это все считается Тоже Ну как путь в магию То есть Когда ты Вот прям Не знаю Даже свое Омовение Ежедневное Совершаешь Как некий ритуал То есть Ты когда Чувствуешь Гармонию С собой И постоянно Развиваешься В этом направлении В эзотерическом Да Когда женщина Допустим Не знаю Выкладывает Свои предметы Для Ну там Крема Там да Для ухода За собой Даже вот Под лунный свет Для того Чтобы луна Зарядила Своей энергией Да Там Украшения На солнечный свет Чтобы Камни Насытились Солнцем И так далее Понимаете То есть Из-за этого Идет у вас Разжигание страсти Как ритуал Какой-то Когда вы Себя любите За собой Ухаживаете Радуете себя И вот это Разжигает вам Жизненную страсть И сексуальную страсть Однозначно Удовольствие Как вы можете Чувствовать Удовольствие Каждый день Колесо Ничего себе Какая карта Вам выпала Чувствовать Удовольствие Каждый день Вы можете Только Передвигаясь И постоянно Меняя Свою жизнь И обстановку Есть люди Стабильные Стационарные Которые любят Жить Своё удовольствие В одном Помещении Месте Ну Когда у них Допустим Есть хорошая Еда Красивые Там Стены Мебель Понимаете Шторы А есть другие люди Фигара Тут Фигара Там Которые любят Приключения Поездки Путешествия Они любят Всё новое Интересное Эзотерическое Невероятное Такое Искусство Культуру Новую Познавать Мистику И естественно Это путешествие Новые страны Города И каждый день Новое место Вас бы это заставило Жить в своё удовольствие То есть Если бы вы путешествовали Если бы вы могли путешествовать Вы бы жили только в своё удовольствие Вы человек путешественник Поэтому вы викинг Викинги тоже любили путешествовать Вот и вы Вы тоже любите Вы любите Смену обстановки Это вам доставляет удовольствие Если бы вы каждый день Видели новый город Это заставило бы вам невероятное удовольствие счастье просто и вам не нужен постоянный дом вы другой человек очарование какое ваше самое очаровательное качество ухты паш пентаклей ну это весь она общается тут с энергиями она сконцентрировалась кошки вокруг нее животные совы это ведьма она медитирует и она совершает ритуал то есть вы мистик и может быть человек искусства кто-то невероятный волшебный для других людей и это самое ваше очаровательное качество вы добры вы гармоничны вы приятны людям вы можете быть спокойным человеком внешне но любить путешествовать до или любить передвигаться и менять обстановку но при этом вы очень гармоничны то есть вы выживете в любых условиях только потому что вы имеете внутри гармонию вы очистились вот так могу сказать вы чистые вы очистились и вы можете совершать любые магические действия для того чтобы подчинять себе свою реальность и люди это видят они видят как вы цветете они видят как вы можете делать что-то необычное невероятное то есть какой вы ведьмак там или колдунья и естественно они завороженно смотрят на вас то есть даже если вы колдуете на чьими прическами и у вас есть выездные мастер-классы это то же самое понимаете или вы флорист талантливый и ездите показываете свои букеты на конкурсах да что что угодно любое искусство это тоже магия понимаете смотрим дальше отношения какие отношения вашей жизни требует внимания восьмерка жезлов но отношения социумом требует внимание и личные отношения то есть однозначно здесь кто-то к вам торопится летит бежит сломя голову и очень стремится к вам вот я считаю в первую очередь с этим надо уладить отношения с человеком который всеми силами бьется к вам бьется 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 вот как птица в окно а с другой стороны отношения с социумом то есть да вы много можете знакомиться с людьми общаться и быть очень активным человеком но требует внимание именно общество то есть чем больше вы будете обращать внимание на тех кто окружает вас каждый день тем лучше и лучше будет ваша жизнь на самом деле уделяйте внимание обществу который вас окружает это очень важно деньги что вы можете сделать чтобы увеличить свои деньги жрица ну соответственно ну а кто мог выпасть какая карта могла выпасть человеку который является вот такой вот или ведьмой или колдуне или колдуном у которого есть ритуал со спиритической доской под луной который любит путешествовать менять свою жизнь и является настоящим любителем приключений конечно жрица вы с помощью эзотерики или какой-то магии можете по сути увеличивать свое благосостояние но более того просто углубленно изучая какой-то предмет какую-то науку или какое-то искусство творчество и так далее чем глубже вы это изучите по жрице тем больше денег у вас будет ведь вы как можно больше в этом специалисты разбираетесь там и гармония какое действие привнесет гармонию вашу жизнь десятка кубков действий брак или семья в первую очередь гармоничное отношение с каким-то человеком или с группой людей принесет гармонию вашу жизнь то есть построение семьи счастливой семье для вас имеет очень важный аспект такой жизни если вы создаете гармоничную приятную хорошую семью единомышленников так скажем с вами которые очень хорошо сочетаются и разделять ваши жизненные цели устремления и увлечения то это принесет гармонию вашу жизнь по сути это нужно для вас это нужная вам семья вот или дети как муж там не знаю жена понимаете все равно нужно несмотря на то что вы можете казаться себе одиночкой но семейные отношения для вас оказывается не на последнем месте и они вам очень нужны особенно вот такие именно гармоничные светлые вот такая позиция номер три а мы перейдем к четвертой позиция номер четыре наша наш замечательный единорог кошка или кот единорог смотрим первая карта любовь как вы можете развивать любовь ухты рыцарь мечей черный ангел смотрите-ка на него вы можете развивать любовь через большую страсть это первое через страстную увлеченность и желание управлять объектом своей страсти и любви проявляя лидерские качества и желая быть вот таким неким черным ангелом понимаете тут идет все равно как бы что у вас в жизни были трагические истории любви возможно даже не одна и вы немножко разочарованы в людях вы судите о них по своему опыту и иногда с недоверием относитесь к противоположному полу и поэтому у вас да у вас есть блоки на сердечной чакре но при этом любовь к миру вы пока наверное не можете вот прям окончательно развивать к человеку только через страсть то есть когда вы охвачены вниманием страстью к какому-то человеку какому-то лицу тогда вы можете развить в себе любовь к этому человеку то есть сила притяжения дикое допустим происходит молния как будто ударил да и тогда это может вызвать вас чувство но на самом деле каким-то другим способом это нереально и пока что мир и людей вы не особо любите потому что они вас обижали откуда появляются черные ангелы от того что их обижали вот просто так ничего не бывает в этой жизни на красота что заставляет вас чувствовать себя красивой или красивым двойка кубков вот как раз таки признание любимого человека то есть если любимый человек скажет о вашей красоте внешне этого вам достаточно для того чтобы почувствовать себя красивым или красивой вам не важно мнение других людей о вас вам не важно чтобы про вас будут говорить в обществе мол как вы выглядите одеваетесь но если вам скажет любимый человек о том что вы красивы или красивая да и это человек которому у вас там или который страсть да то вам этого вполне достаточно то есть объект вашей любви страсти вам говорит и все и вы верите его чувствуете главное себя именно красивым или красивой вот видите вот как бы вам мало надо в этом есть люди которые по-другому себя ощущали до других позициях но у вас именно небольшой запрос в этом плане до в плане внешней красоты какой-то или даже внутренней душевной красоты то есть просто отцы чтобы вы были оценены любимым человеком и не более того на всех остальных плевать на обществу плевать людей вы не особо любите и вам на их мнение тоже плевать страсть как вы можете разжечь страсть а вот берешь и зажигаешь сказали карт видите как они с вами разговаривают может у вас какая-то эзотерическая направленность потому что карты с вами прям вот прямиком разговаривают как вот как если бы просто вы сидели с каким-то человеком разговаривали с вами также разговаривают карты вселенная нам как разжечь страсть берешь и зажигаешь страсть кипит в вас она живет вас вы страстный человек да вы можете не любить мир людей или кого-то но вы человек страстно любящий на самом деле просто жить то есть есть такие люди они любят реализовывать себя они любят выражать себя они страстно хотят быть на этой земле жить существовать вдыхать воздух но они не ощущают любовь к обществу и людям это правда то есть это многие люди так живут но они страстные люди они творческие люди творческие натуры вам ничего не надо в себе разжигать вас все давно горит понимаете то есть вы человек у которого страсть есть всегда в душе это было еще видно по рыцарю мечей который сам по себе и олицетворение страсти темный красивый ангел пусть здесь мужского пола но это не важно не важно кто вы мужчина или женщина важно то что вы являетесь им то есть тем кто умеет любить и выражать себя только через страсть тот кто является самим воплощением страсти это рвущее чувство это чувство когда ты хочешь обладать когда ты жаждешь когда ты полон разных зависимостей но и плевать зато вы неординарный интересный яркий человек давайте посмотрим удовольствие как вы можете чувствовать удовольствие каждый день туз кубков через эмоции чем больше эмоций каждый день вы получаете и сами выражаете тем больше вы чувствуете удовольствие если вам кто-то будет говорить о любви и о ваших приятных качествах но не не с лестью главное а именно искренне будет говорить о любви или просто давать разный спектр эмоций постоянно или вы будете черпать эмоции из окружающего мира это самое главное для вас то есть тузов здесь много это значит человек яркий человек неординарно интересный да но в то же время это человек который прям чувствует вот чувствует фибрами души до окружающий мир и ему нужны эмоции он может сказать я не умею любить на самом деле он умеет любить просто пока он зол допустим да и если он ну как сказать может кричать о своем разочаровании но это все равно крик любви понимаете и туз кубков он показывает что удовольствие такой человек может чувствовать только из через эмоциональный спектр через эмоции также через искусство то есть искусство это тоже эмоции и чем больше он видит в искусстве эмоции тем он будет больше чувствовать удовольствие то есть но это такой эстет получается я бы так сказала ну давайте дальше смотреть очарование какое ваше самое очаровательное качество рыцарь жезлов ну естественно подвижность активность яркость как раз таки вот эта страстность огненности и вот эти летучие мыши прям они вас украшают и факел с огнем тоже то есть ваше самое очаровательное качество это вот такая вот яркость сексуальность лидерские качества и харизма у вас может быть внешняя красота может ее на общий эталон не быть но то что у вас есть яркий взгляд умеющий выражать эмоции и также речь до поставленная довольно такие которые может так сказано человек одно слово убьет да ну или там воскресить наоборот есть подвижность активность жизни инициатива то есть вы человек у которого есть эта жизненная инициатива такая страсть жизни что он постоянно в инициативе вообще принципе живет и это самое очаровательное ваше качество по сути здесь два рыцаря выпали это значит что естественно вы лидер и очень подвижный человек отношения какие отношения вашей жизни требует внимания на сегодняшний день что у меня по 2 да ну королева кубков для мужчины это отношение с какой-то женщиной для женщины просто любовные отношения любовные отношения в любом случае требует вашей жизни сейчас внимание здесь дамочка как будто белый ангел протягивающий руку вот как будто какой-то вот ваш вашему темному светлости или вашей темной светлости кто-то светлые чистые белые протягивают ручку а вот берете вы ее или нет это другой вопрос понимаете то есть да у вас есть характер c такое что не всегда в эту ручку можете взять белую светлость это бесит но вас это нисколько не не касается да то есть вы возьмете эту ручку только тогда, когда полностью будете доверять. А пока вы только охвачены огнем. И пока вы будете гореть, рука так и останется протянутой. В этом проблема. И, конечно же, требует внимания, в первую очередь, личные отношения. Деньги. Что вы можете сделать, чтобы увеличить свои деньги? Ага, пятерка пентаклей. Мы намели, да, у нас получается? Ну, не обязательно намели. На самом деле, у вас просто могут быть какие-то финансовые проблемы или если у вас их сейчас нет, то вы не реализовали себя на 100%. А все почему? Потому что у вас стоят программы негативные по поводу денег. Вы можете зарабатывать сколько угодно. У вас есть страсть жизненная, да, есть порох в пороховницах, лидерские качества. Вы на самом деле очень способный человек, но у вас есть по роду негативные программы на деньги, денежный испуг. То есть, когда вы видите деньги, вы сразу же видите вот этих монстров. Вам кажется, что из-за денег человек реально может в жизни пострадать. На него могут напасть, убить из-за денег, не знаю, там, репрессировать, раскулачить и так далее. В этом проблема. Нужно эти негативные блоки на деньги убирать, естественно. И что вы можете сделать, чтобы увеличить свои деньги, да? Ну, научиться хоть немножечко просить, то есть, ну, как-то лояльно поступать. Привет, я хочу с вами сотрудничать. Не привет, ты должен со мной сотрудничать. А привет, я хочу с вами сотрудничать. Не хотите ли вы со мной пообедать, да? То есть, вот, как бы немножко лояльности должно быть, вот, и так далее. То есть, умение хоть как-то немножко быть более мягким, чем вы есть на самом деле. И гармония. Какое действие привносит гармонию в вашу жизнь? Твой капентаклей. Ну, гармонию в вашу жизнь привносит баланс. То есть, женская энергия на самом деле. Вы должны объединяться с похожими вами вам людьми, или со своими, наоборот, противоположностями, которые будут вас дополнять. Вот у кого как на самом деле. Но в любом случае, вам нужна рука, которая будет вас поддерживать. Это первое. И второе, умение балансировать. Что это значит? Немножко женской энергии вам не хватает. То есть, умение договариваться с людьми, наводить мосты, и стараться сделать так, чтобы люди вас понимали, слышали, видели. А не только проявлять свою вот эту вот страсть, харизму и агрессию. Иногда страсть, харизму и агрессия хорошо, иногда нет. Иногда не хватает нежности. То есть, все-таки немножко подстеливать такой вот пуховый одеялко нужно для того, чтобы жить нормально. И жить гармонично. Более того, конечно же, двойственность идет. Всего есть две стороны. Черное и белое, добро и зло там. И у вас тоже. Вы не просто темный ангел. У вас есть и светлая сторона. Нужно об этом тоже помнить. И уметь маневрировать. То есть, стараться все-таки то включать белую сторону, то темную, то их смешивать. Но тогда вы почувствуете явно гармонию. Вот такие у нас были четыре позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.